30 марта. Офис в центре Краматорска. Никаких указателей. Кто там и что там. В помещении работают трое. Это Донецкое агентство регионального развития. Идея создания таких структур не нова. Говорил о них беглый премьер-министр Николай Азаров. А теперь такие агентства продвигают министры Владимира Гройсмана. Суть – объединить опыт экспертов и техническую помощь международных доноров. И как результат – реализовать различные проекты и сделать страну привлекательной для инвесторов. Мы передали функции не только как единая закупительная организация, но и функции по формированию индустриальных парков, в том числе один из них в Лимане. Лиман, Турецк, Краматорск, Словянск и Мариуполь. И строительство житла для переселенцев. Это таких три единых функции была укладена на эту агентцию. По задумке губернатора Донеччины Павла Жебривского, агентство должно было стать единым заказчиком работ по восстановлению и развитию региона. Но это извращает роль агентства. Так считает руководитель общественной организации Фонд развития громады Станислав Черногор. Потому что согласно постанове агентство должно быть в первую очередь конституционным и информационным органом, который помогает органам мясевого самовредования развивать свои территории. Но в исполнении Донецкой областной администрации под Донецкое агентство регионального развития хотят отдать бюджетные средства. Абсолютно все, которые идут на восстановление Донбасса. И судя вообще по информации, они хотят даже, чтобы города, чтобы дар являлся распорядителем и денег местных советов в части восстановления и вид будовы Донецкой области, что является прямым нарушением законодательства. Такой идеей также воспротивились Кабмин и Антимонопольный комитет. Пришлось корректировать планы. Мною принято решение, что с первого квитня агенция будет существовать, но будет работать за позабюджетные деньги. То есть, мы достаточно долго и так финансировали с бюджета областного, но, поскольку это затримается на долгое время, то мы переводим это на финансирование с меньшим количеством людей, работников. Они продолжают вести проект в индустриальные парки и будинство житва для переселенцев. Агентство создали втайне от общественности. Так говорит Станислав Черногор. Донецкая агентство регионального развития было создано путем кулуарных переговоров. И там были учредители. Это Донецкая областная обладминистрация, торгово-промышленная палата и общественная организация, состоящая всего из одного человека. Этим человеком стал Владимир Сергеенко. Житель Краматорска, предприниматель и в прошлом претендент на должность Краматорского городского головы. Как вы попали в учредителей Донецкого агентства регионального развития? Я говорю, да, я готов. Если дело хорошее, почему бы и нет? Я купил, если не ошибаюсь, два планшета. Вот. Это был мой личный вопрос. Кто конкретно мне предложил, я не помню, если честно говоря. То ли Жебриевский, то ли Головко. Что же развивает агентство развития? В Краматорске не все это знают. Агентство было сформировано и никакой публичной деятельности оно сейчас в Краматорске не ведет. Тем не менее, мы видим строчку в бюджете области на следующий год, где там несколько миллионов гривен выделяется на финансовую поддержку этого агентства. В системе ЕДА можно посмотреть все проводки этого агентства. И пока мы видим, что на сегодняшний момент агентство только арендует помещение и выплачивает зарплату. Зарплаты достаточно неслабые. Для понимания, ежемесячно руководитель агентства получает 80 тысяч гривен чистыми. Кто же получает такие деньги? Сергей Симовоник. Он из Киева. А в Ютьюбе есть сюжет. В 2015 году журналисты говорили, Сергей Симовоник – один из спонсоров проекта. В нем люди получают деньги за разоблачение коррупции. Коррупция дороже стоит мне. С 99-го года в бизнесе и таможня, и прокуратура – это деньги на хорошее предприятие. Ось сайт, куда журналистка Юлия надіслала своє відео. Тут пропонуют 1000 гривен за доказы коррупции. 3000, если праву прийме суд, 100 тысяч – как коррупционер сяде. А еще Сергей Симовоник – давний знакомый Павла Жебривского. С 4-го года с Павлом Ивановичем Жебривским мы участвовали в одном политическом проекте нашей Украины. И пытались, и немало сделали в Житомирской области. С 5-го по 10-й год я был депутатом областного совета. Мы, в общем-то, в одном политическом проекте до сей день участвуем. Поэтому предложил мне, человеку, которого он знает много лет, помочь ему в разбитыве в Донбассе. Знакомого губернатора поставили во главе организации без конкурса. У учредителя агентства Сергеенко это вопросов не вызвало. К назначению руководителя агентства у вас есть вопросы? Ну, в общем-то, нету. Я его видел, я с ним познакомился. Я знаю, чего познакомился. Я говорю, чем вы занимаетесь, кто он вы. Я говорю, я предприниматель. Я говорю, какие за вами хорошие дела стоят. Он мне рассказал. Ну, это было достаточно убедительно для меня. Это было сделано достаточно быстро. И там не было конкурса. А вот европейские партнеры, которые входят в наблюдательный совет организации, о назначении директора говорят так. Сам конкурс на директора этого фонда. Наш представитель в наблюдательном совете именно тогда воздержался от участия, от отопления, от отбора конкретного человека. Потому что действительно хотелось, чтобы был открытый конкурс и был выбран самый лучший кандидат. Теперь сотрудников агентства будут выбирать по конкурсу. И будет проводить конкурс не Донецкая областная держава на директора. Жодного вплива. Ни глава ВЦА, ни кто из службовцев не будет мать. Будем проводить структуру про ООН. А пока новых сотрудников не выбрали, агентство работает. Продвигает идею создания индустриальных парков. Даже подписали меморандум с горсоветом Лимана. Мы провели разговоры о порядке необходимости создания промпарков в многим местным областям. В Лимане уже продвинулись достаточно далеко, выделен участок. Сейчас сессия приняла решение о заказе концепции, мы помогаем ее создать. Наша задача входит не только в концепции получения статуса промпарка. Для индустриального парка в Лимане выбрали участок в 27,5 гектаров. Он расположен неподалеку от Голубых озер. Здесь ждут инвесторов, чтобы наладить производство стройматериалов. А пока в Лимане с помощью консультации агентства развития ждут инвесторов, общественность региона надеется, что состав агентства регионального развития сформируют на основе прозрачного конкурса. Продолжение следует...